Добрый день дорогие друзья! У нас новая встреча и сегодня снова мы будем разбирать урок очередной из нашего пособия по книге второзакония. Немножко хочется сказать, что у нас происходит на канале. Осталось чуть-чуть, буквально до тысячи подписчиков. Я благодарен за то, что вы столько много пишете, даете отзывы. Не только по проповеди, не только по субботней школе и по караоке. Я благодарен даже за те предложения, которые вы хотите видеть в проповедях. Поэтому пишите, пожалуйста. Я благодарен за то, что вы активны. Не просто слушаете, может даже и делитесь с кем-то. Вы активны. То есть задаете вопросы, вам что-то непонятно, вам нравится что-то. Я за все это благодарен. Я понимаю, что не всем все нравится. Несколько человек поставили дизлайки. Но это право выбора. Человек выбирает, что смотреть, на кого подписываться, выбирает то, что ему больше нравится. Это дело вкуса. Но я благодарен, что мы вместе и снова у нас есть возможность изучать этот урок. Когда я смотрел комментарий на второй урок, там предлагалось такой вариант, чтобы в уроке высветить три идеи. Завет Бога с его народом в Хариве. Это по второзаконии 1 глава с 6 по 18 стих. Затем бунт народа у Кадес в Арне. И третье проблема с беззаконием о Мареев. Я не буду разбирать сегодня вопрос завета, потому что буквально не так давно в этом году мы очень много говорили о заветах. Очень много. Поэтому я не буду этот вопрос вообще затрагивать в нашем уроке. Мы затронем вот эти два момента, которые более важны и очень много важного для нас. Все два варианта у нас будет снова разбором. Оба варианта или оба конспекта на сайте. Заходите в ссылку внизу. Читайте. Оттуда скачивайте, копируйте, пользуйтесь. Может быть с некоторым дополнением я и первый, и второй вариант сегодня предложу в видеоразборе. У нас продолжается это все в видео. Стриме мы не делаем, потому что проблема. Мы будем так продолжать с вами в видеочаде разбирать вот этот момент, этот урок. А вы пишите. Пишите, задавайте вопросы. Я стараюсь на каждый комментарий отвечать. Садитесь поудобнее. Приготовили ручки, бумагу, пособие, Библию. Ну, кому есть возможность. Потому что желательно иметь под рукой ручку и бумагу. Некоторые вопросы мы будем поднимать такие, которые в уроке нет. Но они будут лучше или полнее, или объемней открывать вот эту нашу тему. Поэтому первый вариант, это как я вижу этот урок. Я уже сразу, второй раз говорю об этом. Я не буду затрагивать вопрос завета. Если хотите, поднимайте его, освещайте у класса в субботней школе. Мы очень много говорили о заветах целый квартал. Я не вижу в этом смысла. А вот остальные вопросы я хотел бы остановиться и более детально поговорить. Наша тема вторая сегодня. Моисей проводит урок истории. То есть мы будем это смотреть как бы со стороны. Но я хотел бы, чтобы мы не просто смотрели со стороны, а вот действительно, как ученики в классе сели за парты и подумали вообще, что эти уроки дают для нас. То есть для чего эти уроки вспоминать. Это не просто будет история. Это будет, мы будем смотреть на эти истории как в зеркале и думать, как эти уроки касаются нас сегодня. Основной текст. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 3-4 стих. Апостол Павел, сравнивая путешествие Израиля по пустыне, говорит, что это как образы. Смотрите, он говорит. Все ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. То есть неважно, это народ израильский или церковь в Новом Завете. Одинаковые проблемы, с которыми сталкиваются верующие. Одинаковые. Мы одинаково нуждаемся в хлебе, как Христос говорит, я хлеб живый. Мы также одинаково нуждаемся в воде, и это все является источником Христоса. Поэтому, когда мы смотрим на вот эту главу, особенно начало главы 10-й 1 Коринфянам, апостол Павел говорит, это для нас, особенно тех, которые достигли последних веков. Это особые уроки. В этом уроке мы остановимся на несколько очень важных таких моментах, которые преподал Моисей, и мы как бы зайдем в его класс, где он будет у нас преподавателем. И это уроки не только для народа того времени, который он вел по пустыне. Это уроки для нас сегодня. В каждом из вот этих моментов параллелей очень много. Главное увидеть вот эти моменты и применить их к себе. Как-то я читал интересную такую книгу, это Морис Венден написал за израильский народ. И он взял путешествие израильского народа и вот так параллельно посмотрел, как проходил вот этот опыт вождения или хождения с Богом. Наша церковь на заре становления. Очень интересные моменты. Я бы хотел, чтобы вы просто обратили внимание, потому что Морис Венден вот так взял и рассмотрел все эти... Они бы пригодились, вот эти уроки, и для нас сегодня. То есть желательно, чтобы эти уроки в конце квартала остались не просто в этом пособии, которое мы потом спрячем или утилизируем, а остались в голове и в нашей жизни. Значит, первая мысль, о которой я хотел бы поговорить, вообще хотелось немножко затронуть вопрос Моисея, служения Моисея. Дело в том, что когда начинаешь изучать этот вопрос за Моисея, интересно, что никто из людей вообще не знает, как его звали. Вообще не знает. Мы знаем эту личность только под псевдонимом. Так его назвала дочка фараона. И вот с этого момента мы знаем эту личность, как Моисей. Как его звала мама в детстве после рождения, мы так и не знаем. Это сокрыто во мраке. То есть мы знаем этого человека под именем Моисея, но это его псевдоним. И вот когда мы смотрим Библию, кем был Моисей по словам Библии? Я бы вместе с вами хотел пробежать несколько текстов так и посмотреть. Это очень интересное исследование, кем он был. Когда я открываю последнюю книгу, мы же второзакон изучаем, последнюю книгу Торы, и вот интересно, что в этой книге показано, кем он был. Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Я понимаю, его не выбирали на эту должность, и Бог не поставлял. Но все люди, весь израильский народ понимал, что Моисей это не просто обычный человек, даже не просто лидер, он как царь для них был. То есть фактически, если взять по хронологии, Библия говорит, что это был самый первый царь у евреев. «Был», написано «был царь». Ну, если говорить современным языком, это был лидер народа или лидер нации. Это первое, когда мы говорим о Моисее. Второй момент, который хотелось вместе с вами затронуть, кто такой был Моисей, это числа 14 глава. Когда мы читаем 14 главу чисел, мы читаем, кем Моисей был. Тоже интересный такой отрывок о нем. «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него. Поражу его язвой, истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу, услышать, египтяне, из среды которых ты силой твоей вывел народ сей». И так дальше, вот когда мы читаем этот отрывок, и он дальше говорит, «Прости грех народу всему, а по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта и до ныне. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему». И в Таразаконе 9 глава, как бы вспоминается вся эта история, и тоже говорится, как Моисей вел себя в этой ситуации. С 18 стиха по 19. «И поверши перед Господом, молился, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел, воды не пил, за все грехи ваши, которые вы согрешали, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева ярости, которым Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и в сей раз». Читая эти два отрывка, я смотрю, вообще поражаюсь Моисею, его могу назвать как «величайшим молитвенником». То есть он настолько как бы пытался заглаживать все эти грехи перед Богом, что Господь говорит, ну ладно, он согласился с просьбой Моисея. То есть это величайший молитвенник, и Бог его слышал. И третий момент, который хотелось подчеркнуть в отношении Моисея, это когда мы читаем книгу «Исход», 32 глава, мы читаем еще один момент по поводу Моисея. Я бы хотел эти три текста прочитать полностью. Это с 30 по 32 стих. «На другой день сказал Моисей народу, «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сделал сей великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Вообще интересная позиция Моисея. Он не просто молитвенник, он, можно сказать, ходатай, причем ходатай с большой буквы. Он готов был пожертвовать своей вечностью ради спасения своего народа. Он нечто подобное делал апостол Павел в Новом Завете. Он тоже самое готов был жертвовать вечностью, только чтобы Бог как-то образумил евреев и повернул к себе. То есть три таких очень важных качества в Моисее мы видим. Лидер, молитвенник, ходатай. И вот теперь самая интересная мысль, о которой сегодня очень много мы будем говорить, это вопрос Кадес-Варния. Что это такое? Это местность. Так называется Кадес-Варния. Вообще, чем она примечательна в Библии? Когда мы читаем за это место, вообще с чем оно связано? Что оно может дать для нас? Какие уроки может преподнести? Потому что в Библии и в духе пророчества мы очень часто встречаем это выражение Кадес-Варния. Но очень часто мы не останавливаемся на вот этих деталях и не понимаем, что оно значило в истории израильского народа тогда и сейчас для нас. Я бы хотел вот вместе с вами останавливаться и внимательно думать вообще, чем это место, это как особое такое место в путешествии израильского народа было. И посмотреть вот основные такие моменты, которые происходили в этой местности. Первый отрывок, который хотел прочитать и на нем остановиться, это в книге «Второзаконие», буквально в первой главе. И вот когда мы читаем первую главу, я бы хотел прочесть здесь с 19 по 23 стих. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варния. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает вам. «Вот Господь Бог твой отдаёт тебе землю сию, иди и возьми её во владение, как говорил тебе Господь Бог Отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». А вот дальше интересная деталь. «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлём перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которых идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли и зашли на гору, и дошли до долины Есхол, и обозрели её». То есть что мы видим в этом тексте, в этом отрывке? Вот сама вот эта идея выслать разведку, она уже в себе несла недоверие Богу. То есть что мы видим? Вот в этом отрывке, конкретно во второзаконии, мы не видим, что когда евреи подошли к Моисею и сказали, давай сделаем это дело, ни слова о том, что Моисей пошёл помолиться, что Бог приказал это сделать. Вот этот отрывок говорит, самое первое, они проявляют недоверие Богу. То есть они подошли к границе, Бог говорит через Моисей, идите теперь берите в это владение. Но они говорят, нет, мы хотим посмотреть, куда мы пойдём. То есть что нас ждёт? Какая это земля? Это первый грех, который они совершили в Кадес Варне. Читаем следующий отрывок, это числа. Мы прочитаем в 13 главе. Это описание этой же истории, только тут несколько деталей интересных. 13 глава чисел. Мы читаем с 18 стиха. И послал их Моисей, это вот эти 12 человек, высмотреть землю хананскую и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силён ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живёт, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живёт, в шатрах ли он живёт или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. То есть что мы видим вот в этой истории? Это опять же как бы продолжение. Сначала недоверие Богу, теперь как вот этот отрывок назвать? Это ещё один грех, который можно назвать любопытством. То есть они не хотят получать от Бога сюрпризы. Они хотят знать, что там будет дальше. Читаем дальше. Опять же в числа 13 глава, 32 по 34 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилем, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди её, люди великорослые. Там видели мы и Исполинов, сынов Енакиевых, от Исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы в глазах их». И второзаконие, 1 глава, 29 стих. Иисус Навин говорит, «Я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог наш идёт перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына с его на всём пути, который вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шёл перед вами путём искать вам место, где становиться вам и ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти о днём в облаке». То есть, следующий грех, который мы видим, происходил здесь, это грех скепсис слова Бога. То есть, они не верили, что Бог может ввести их в эту землю. То есть, и в числа, и во второзаконии мы это видим, как это пропитано. Теперь читаем 14 главу чисел. Первые 4 стиха. «И подняло всё общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилева, и всё общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведёт нас с земли сию, чтобы мы пали от меча, и жёны наши, и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Когда я смотрю на этот отрывок, это можно назвать грехом бунт против Бога. То есть открыто, не хотим туда идти, мы будем возвращаться назад в Египет. Что происходит дальше? Когда мы читаем 14 главу с 5 стиха, мы читаем такие слова. «И пали Моисея и Арон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. Иисус сын Навин, и Халев сын Иефонин, и засматривающий землю, и разодрали одежды свои, и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра очень, очень хороша. И если Господь милостлив к нам, то ведёт нас землю сию и даст нам её, эту землю, в которой течёт молоко и мёд. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала всё общество побить их камнями. Но слава Господне явилось кине собрания всем сынам Израилю». То есть, что мы видим? Только четыре человека остаются верными Богу. И мы видим, всё общество решает их убить. То есть, это называется грех вражда против верных. Вот нам кажется, что эта история была только в прошлом. То есть, во времена Моисея, вот там, в Кадес-Варне. Но я бы сказал, что это не так. Посмотрите, насколько актуальна эта проблема будет очень вскоре. Когда я читаю «Великую борьбу», 608-я страница Дух Пророчества говорит такие слова. «Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в Трюхановскую весть, но не осветившие через послушание истины, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды её врагов, соединившись с миром и исполнившим его духом, они смотрят на вещи почти так же, как мир. И когда наступит испытание, они будут готовы избрать лёгкий путь». А дальше очень серьёзные слова. «Одарённые». Обаятельные люди, которые когда-то тоже радовались истине, всеми силами будут стараться прельстить других, ввести их в заблуждение, такие люди станут злейшими врагами своих прежних братьев. «Когда соблюдающие субботу будут преданы суду за свою веру, эти отступники сделаются самыми действенными орудиями сатаны, клевещущими на них и обвиняющими их. Своими ложными доносами и домыслами они восстановят правителей против своих прежних братьев». Поймите, насколько это важный урок. Это не только касается евреев у Кадес-Варни. Следующее, что произошло. Читаем дальше 14 главу чисел с 28 стиха. «Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, которой я подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда. Они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу сорока дней, которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мной. Я, Господь, говорю, и так сделаю со всем злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все не погибнут и перемрут. И те, которые посылал Моисей для осмотрения земли, которые, возвративши, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сие, распускавшие худую молву о земле, умерли, быв поражены перед Господом. Когда я читаю этот отрывок, точно так же во второзаконии, первая глава, там с 34 по 40 стих, ну там немножко короче, но то же самое. Бог объявляет вердикт. Он ставит приговор. То есть, раз вы так поступили, вы здесь умрете. Вы не хотели уходить, вы целую ночь мне молились о том, что мы хотим умереть в этой пустыне. Пожалуйста, вы умрете. Что дальше происходит? Когда они услышали этот приговор Бога, во второзаконии первая глава, мы читаем с 41 стиха. Интересна такая мысль. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. А вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы перед Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог ваш, наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не входите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили нас враги ваши. То есть, когда я читаю вот эти слова, я вижу следующий грех, который они делают. Они бунтуют против Божьего приговора. То есть, Бог говорит, не ходите. А, раз мы здесь будем умирать, не, мы пойдем все-таки. То есть, они против вот этого Божьего приговора. Что происходит дальше? 45 стих, первой главы Второзакония. И возвратились вы, и плакали перед гору. А, с первого стиха, сорок первого стиха. Пошли они, сразились, не захотели послушаться, воспротивились по велению Господа, по упорству своему взошли на гору, и выступил против вас Амарий, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на сире до самой хормы. И возвратились вы, и плакали перед Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. То есть, мы видим, интересно, вот здесь, что они делают. Они проявили самовольство. То есть, услышал Божий приговор, не ходите, вы здесь умрете, не, мы пойдем, и они самовольно пытались захватить эту гору. 45 стих. Еще раз вернемся к этому тексту. И возвратились вы, и плакали перед Господом, но Господь не услышал вопля ваша и не внял вам. То есть, они после этого поражения, можно так сказать, смирились или стали покорны сквозь зубы. То есть, вот эти обстоятельства сломали их через колено. Вот такая ситуация произошла в КД Сварне. И еще один момент, который был в этом месте. Когда мы возвращаемся к числа 14 глава, и мы читаем с 28 стиха, то мы читаем, что происходит. Я хотел бы прочитать это в числа с 28 стиха. Скажи им, живу я, говорит Господь, как и говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которую я, подъемля, руку мою клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, Иисуса, сына Навина. То есть мы видим дальше до 35 стиха, мы видим, что они потеряли, потеряли вот это время, возможности, фактически 40 лет вылетело в трубу. Они могли бы быть уже там, но они выбрали вот такой путь. И последнее, что мы видим, число 14 глава с 28 стиха и ниже, мы читаем, что они похоронили, вот за эти 40 лет похоронили всех вот этих людей, которые вышли с Египта до 20 лет, остались дальше, а вот эти все умерли. Причем они умерли не сразу. Это разные бунты, которые происходили. Помните, это когда восставал Корейдафан Аверон, еще какие-то моменты. Они во время этого всего дела просто вымирали. Когда выступали против Моисея, когда змеи жарили, и вот за этот период, за 40 лет, они просто вымерли. Третья мысль, которую хотел бы в этом уроке рассмотреть, очень внимательно причем рассмотреть, это беззаконие Мареев. Когда я смотрю на вот этот отрывок, интересно, в Бытие в 15 главе, он очень короткий, очень, и он ничего нам об этой проблеме не говорит. Бытие 15 глава мы читаем 16 стих. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Мареев доселе еще не наполнилась. Ничего больше в этом тексте мы за беззаконие Мареев не читаем. Но этот текст говорит нам очень серьезную вещь, очень серьезную. То есть Бог говорит, у него есть некая мера моего долготерпения, которую они постепенно наполняли, пока не наступил суд Божий. И когда мы читаем за этот приговор, а это очень серьезная вещь, это уже в книге Второзакония 20 глава, мы читаем вообще поразительный отрывок, что должно произойти с Амареями. Это 20 глава 16 стиха. А в городах всех народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию, Хитеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Евеев, Ивусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом нашим. Если долгое время, достаточно, по 18 стиху, поразительный отрывок, и вот когда мы составляем эти два текста сбытия и второзакония, мы видим вот здесь есть некая мера долготерпения или беззакония, когда она наполнится, Бог приказывает полностью истребить весь народ. У меня сразу возникает вопрос, из-за чего Бог дает вот такое категорическое повеление? Вообще, что народ делал такое, что уже выходило за все рамки долготерпения Божия? И вот это я хотел бы, чтобы мы обязательно выяснили, потому что если мы это не поймем, у нас неправильные отношения будут с Богом. Потому что мы будем смотреть теперь на вот эту ситуацию, что как это израильский народ в какой-то степени похож, немножко похож на египтян с вот этим геноцидом. Вы можете себе представить? Целый район земного шара уничтожить под ноль, перемножить на ноль. За что? Что такого делали о Марии, что Бог говорит, все, мера долготерпения кончилась? Это очень серьезный вопрос. Я хотел бы, чтобы мы на нем остановились и над каждым этим моментом очень внимательно порассуждали. Давайте вместе с вами откроем интересную главу, которая открывает свет на вот этот вопрос. Это когда мы читаем книгу Левит. И вот в этой книге 20 глава очень много Бог приоткрывает вот этот вопрос. Очень много. Давайте прочитаем сначала со 2 по 4 стих. Скажи сие сынам Израиля, кто из сынов Израилев, из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того, и истреблю его из народа за то, что он дал детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И отчей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его. Значит, первый грех, который делали вот эти люди, все эти народности, амории в том числе, Библия говорит о том, что они отдавали своих детей молоху. Что это такое? Это был такой языческий истукан. Я не вывожу сейчас это на экран, потому что, хотя можно, вы можете в интернете найти, это был в виде такого большого-большого быка, как бы сидящего на задней туловище. Он вот так наклоненный вперед и открыта такая пасть. Он всегда был сделан из железа, пустотелый, и в нем разжигали костер. И фактически детей бросали туда ему в пасть. то есть фактически если говорить, что это происходило и для чего это происходило, то это типа такого, как у нас сегодня делают в роддомах. Это аборты. То есть нежеланные дети. Или из-за каких-то там обещаний, когда они давали клятвы, они приносили в жертву вот этому молоху. Это первый грех. То есть если его сегодня называть, это аборты. Нежеланные дети. Кстати, можно не делать аборт, но ребенок может так и оставаться нежеланным, если вы к нему так будете относиться. Это самый первый грех. И Бог за этот грех конкретно уничтожал под ноль вот эти все народы, используя израильский народ. Это первый момент. Пятый стих. Бог говорит, то я обращу лицо мое на человека того и на род сей и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. Второй грех, который совершали эти народности, мало того, что они приносили детей молоху, а там в этом капище они совершали свои ритуальные оргии. То есть это был разврат полным ходом. Это прям в этих капищах. Это второй грех. Читаем дальше. Шестой и двадцать седьмой стих. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа моего. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут они преданы смерти, камнями должно побить их, кровых на них. То есть когда я читаю этот отрывок, можно назвать это коротко, занимались спиритизмом, но это не только спиритизм, потому что Библия говорит там и волхвовали, нам кажется, что это такое язычество что-то, что-то далеко. Нет, это далеко не такие древние века, это происходит и сегодня. Я видел очень многих верующих, даже в нашей церкви, которые занимались вот такими вещами, то есть они к мертвым не обращались, но они делали такие интересные вещи. Я знал одного, реально знал одного человека, который брал азбуку ложил, за ниточку подвешивал иголку и просто спрашивал и эта иголочка водила по азбуке и давала ответы. То есть он напрямую контактировал с дьяволом, это член нашей церкви. Я встречал другого человека, даже семью целого, который уже десятки лет в церкви, который идя в магазин, идя в аптеку, беря лекарства, беря продукты, у них специально колечко на ниточке и они это маятником проверяли. Это качественный продукт или некачественный. Это то же самое. То есть это не только пошел к спиритам или вызывать дух Пушкина или еще что-то. Нет, это даже вот такие вещи. Это гадание, это всякая ворожба, это все, как много верующих, которые верят, бабка там нашептала, сглазы, это все вот к этому греху относится. Следующий текст, девятый. И кто будет злословить отца или мать тот да будет предан смерти. Отца и мать он злословил кровь его на нем. То есть когда мы читаем вот этот текст, мы видим дети нарушали пятую заповедь. То есть они не проявляли почтение к родителям. Но так если задуматься, а за что проявлять почтение к родителям, когда они там брата или сестру кинули этому молоху. И неизвестно, что будет завтра с ними. Я понимаю, в какой-то степени можно как-то оправдать детей, но пятую заповедь никто не убирал. Поэтому Бог говорит, и это грех, который должен приводить к смерти. Дальше мы читаем с 10 по 12 стих. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужней, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего, то добудут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца са. Оба они добудут преданы смерти, кровых на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они добудут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Но если смотреть, по большому счету, это можно назвать просто нарушение седьмой заповеди. Но это немножко ширше надо смотреть на этот вопрос. Потому что здесь Бог затрагивает не только вопрос супружеской измены. Здесь затрагивается вопрос и кровосмешения. То есть многие моменты, которые Бог запретил. Но Бог говорит, седьмая заповедь, она свята. И вот за те мерзости, которые они делали, Бог говорит, это тоже одно из грехов, за которые эти народности должны быть помножены на ноль. Читаем дальше тринадцатый стих. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровых на них. То есть Библия говорит о том, что в этих народностях практиковался гомосексуализм. Поэтому Бог это тоже в этот список вписывает. И когда Он говорил, что вот эта мера беззакония, вот этот список перед глазами народа стоял, за что их надо было уничтожать. Читаем дальше. 14 стих. Если кто возьмет себе жену и мать, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Читаем 17 стих. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца или дочь матери и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены перед глазами сынов народа своего, он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Наготы сестры матери твоей, сестры отца твоего, не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего, грех свою понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. То есть в умоде, когда я смотрю на вот этот отрывок, в этих народностях был инцест или кровосмешение. То есть это даже в язычестве считалось преступным и греховным. Что значит слово инцест? Это половая связь между близкими кровными родственниками. То есть родители и дети, братья и сестры и все такое. Вы посмотрите, если бы люди придерживались седьмой заповеди и не нарушали эту заповедь, у нас бы не было Второй мировой войны. Вы можете себе это представить? Почитайте историю. Кто такой был Адольф Гитлер? Это ребенок вот таких родителей. Это когда брат с сестрой решили создать семью. Они специально перешли границу, чтобы в другой стране ночью подкупили, зимой перешли горы и купили ксенза, который сочетал их вот в таком браке. И появился Адольф Гитлер. Вы можете себе представить, сколько миллионов людей погубило нарушение одной заповеди. Бог говорит, это грех, это нельзя делать. Читаем дальше. 15-16 стих. Кто смесится со скотиной, того предать смерти, и скотину убейте. И если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с ней, то убей и женщину, и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. То есть, когда мы читаем вот эти слова, мы понимаем, что в этих народностях практиковалась зоофилия или скотоложства. Посмотрите, интересно, это же не только в те века существовало. Посмотрите, во дни Христа, что было в Риме, когда мы посмотрим римские деньги, Камасутра отдыхает, это деньги, которые были в Риме в ходу, в разных позах, кем угодно, с какой угодно скотиной, вот это Бог говорит, было уже тогда. Читаем дальше, 25 стих. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей перед всеми пресмыкающими на земле. Отличил я как нечистая. То есть, что мы видим? Это последний грех, который в этом списке мы видим. Кушали все подряд. То есть, они не делали отличия между чистым животным и птицей и этим, Библия говорит, сквернили себя. То есть, вот этот список грехов, за которые Бог уничтожил через евреев многие народности под корень. Книга Бытие ничего не говорит. Она говорит мера беззаконий. Но каким боком это касается и нас сегодня. Многие вещи сегодня постепенно влезают в наши умы и в нашу церковь. Не всегда люди делают различия между чистым и нечистым. Идут в магазины и не смотрят, что там за колбаса или из чего сделаны эти сосиски. Да при чем здесь сосиски или колбаса? Я просто пример приведу. Однажды в Свердловке, это Луганская область, я зашел в магазин и купил булку хлеба. Булку хлеба. И когда мне на кассе сказали цену, я говорю, а за что такая цена? И начал читать, с чего она сделана. Уже булка хлеба сделана с кусочками сала. Хлеб. Я уже за колбасу молчу. Пожалуйста, читайте, что там в составе. И даже не надо читать в составе, потому что многие вещи чего могут просто не сказать. Отличайте чисто от нечистого. И вообще Дух Пророчества советует лучше вернуться к вегетарианству. Лучше. Потому что сейчас столько делают продуктов, если вы не уверены в чистоте, лучше не скверните себя. Но это опять же как рекомендация. Но этот список остается и сегодня злободневным. И последняя мысль, о которой я сегодня вместе с вами хотел поговорить, это Бог в этих историях. То есть это Экадес Варни, это Марии. Вот где Бог, что он делает во всем, вот в этой истории. Значит, первый отрывок, который я хотел бы вместе с вами прочитать, это чисел 14 глава. Я прочитаю 13-14 стишок. Но Моисей сказал Господу, слышат египтяне из среды которых ты силой твоей вывел народ сей и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, ты идешь перед ними, днем в столпе облачном, ночью в столпе огненном. И второзаконие, то есть мы видим, а Иисус Навина еще прочитаем, тоже интересный отрывок, Иисуса Навина вторая глава. Мы прочитаем с 9 стиха. Это уже в Палестине женщина с оглядатом говорит, и сказала, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду червного моря. Когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарийским и Зайорданом, и Сигоном, и Согом, которые вы истребили? Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог наш есть Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. То есть мы видим, что Бог вот в этих историях пытался спасать израильский народ, он пытался спасать жителей Палестин от грехов, потому что слух все-таки доносился. Второзаконие, восьмая глава. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твое, будешь ли хранить заповеди его или нет. Мы видим, что Бог пытается спасать израильский народ. Вот через все эти моменты допускают разные испытания, переживания, даже через эти бунты, как он с ними поступал, Бог пытался или работал над спасением израильского народа. И 29-я глава второзакония, я бы хотел первые шесть стихов прочитать. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилем в земле Мадианской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. Но Харив мы не трогали. И созвал Моисей всех сынов Израилем и сказал «Вы видели все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской». То есть до 20 лет они что-то видели там еще. «С фараоном, со всеми рабами его, со всей землей его, те великие казни, которые видели глаза твои, те великие знамения и чудеса, но до сегодня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, а честь, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать. Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей, хлеба вы не ели, и вина и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». То есть мы видим еще один момент, который Бог делал. Те же люди умерли, которые бунтовали в Кадес-Варне, и вот Бог еще панькался или работал или формировал характер вот этого нового поколения, новых выросли, уже будем говорить повзрослели в этой пустыне в течение сорока лет. То есть это воспитание нового поколения. И еще что Бог делал. Когда наблюдая за все эти ситуации, вот в этих уроках истории, которые дает нам Моисей во второзаконе, Бог еще через вот эти тернии вел свой народ к звездам. Я бы хотел обратить внимание, как он это делал. Давайте посмотрим, как и в чем это происходило. Первая глава второзакония показывает интересную мысль. Очень интересно. Это первая глава второзакония. Мы прочитаем с 9 стиха. «Я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленные, как звезды небесные. Господь Бог Отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, да благословит вас, как Он говорил вам». То есть Бог говорит первый момент. в тысячу раз больше, причем любых желаний. Это первое, что Бог обещает. Второе, 8 глава второзакония, тоже интересная мысль. Мы читаем с 6 стиха. Итак, «Храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его, и боясь его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, а из гор, которые будешь высекать медь». То есть Бог говорит, это второй момент, вы, говорит, войдете вот в это наследство, в эту землю обитованную, о которой мечтал еще Авраам. И третий момент, когда я заканчиваю читать книгу Иисуса Навина, он, подводя как бы итог жизни своей, в конце своей жизни, говорит такие слова. 13 стих 24 главы. Это слова Божие. «И дал Я, это Бог говорит, вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, и из виноградных и масличных садов, которые вы не насаждали, вы едите плоды». То есть Бог дал уже готовые города, обработанную землю, не надо ехать на целину и поднимать ее, они пришли на все готовое. То есть что хотелось, как бы подводя итог первой части урока, что хотелось бы вам сказать. Ну смотрите, Моисей подчеркует тесную личную связь между Израилем и Богом, который назван Господом Богом вашим. Это Второзаконие 1.6. То есть это такой титул, который очень часто используется в книге Второзакония. И Моисей напоминает своему народу Божий призыв идти. Он говорит, полно вам жить на Горесии. Второзаконие 1.6. Вот как бы не важен был вот этот великий момент поклонения, Бог счел нужным, что им надо действовать. И вспоминая эти уроки истории, Моисей напоминает нам, что Бог и сегодня готов начать работать, спасая нас с вами для вечности. А теперь давайте перейдем к нашему пособию. Это второй вариант. Мы пробежимся по дням, которые нам предложены, пробежимся по этим вопросам, может быть немножко не так, как вы представляете, я попытаюсь ответить на вот эти вопросы в уроке. Значит, воскресенье. У нас тема дня была служение Моисея и поднимался отрывок исход 32 с 29 по 32 стих. Мы читали этот отрывок, я его не буду читать, то есть вот в этом отрывке был записан диалог между Богом и Моисеем после того греха, который они сделали, вот это поклонение золотому тельцу. У нас стоял вопрос в уроке, именно по вот этому тексту. перечислите черты характера Моисея в момент его встречи с Богом у горящего куста. Как вы думаете, почему, несмотря на все его недостатки, Господь смог использовать Моисея столь могущественным образом? Когда я смотрю вот в Моисея, мы много говорили в самом начале Моисея, он стал смиренным и кротким. Он теперь не претендует на лидерство и мессианство, как раньше, помните, когда он убил там египтянина, он думал, что его руками Бог совершит это спасение. Интересно, он готов умереть даже вечной смертью ради своего народа. И вы задумайтесь о значении вот этих слов. И дальше у нас предлагается поразмышлять, какой вывод мы можем сделать для себя о том, что означает любить других. вот здесь я хотел бы, чтобы вы взяли ручку и записали некоторые тексты, потому что этих текстов в уроке нет, но они будут отвечать, как это происходит на практике, что означает это любить. Давайте попробуем эти отрывки прочитать. Это в Новом Завете. Евангелист Иоанн пишет, 1 Иоанна, 2 глава, мы читаем такие слова с 7 по 11 стих. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. В заповедь древней есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма проходит, истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме, а кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, во тьме ходит и не знает куда идет, потому что тьма ослепила глаза. Это первый отрывок. И перелеснем в третьей главе этого же послания мы прочитаем 16 стих. И он говорит, «Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Ну, можно еще 14 прочитать после этого. «Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящие брата пребывают в смерти». То есть вот эти тексты показывают, как можно любить других на деле. Не просто там говорить «люблю», не просто на вечере склоняться и помыть ноги, не просто на похороны принести цветочки. А Христос говорит вот в этих выражениях, и апостол подмечает, даже готовы умереть, отдать жизнь свою. Понедельник. Исполнившееся пророчество. Нам предлагается прочитать Террозаконие, первая глава, с первого по шестой стих. Мы читали этот отрывок, не будем останавливаться. Там интересная мысль идет в третьем стихе. Именно мысль. Поднимается вопрос о сороковом годе. И вот какое значение, то есть вы 40 дней там и осматривали эту землю, теперь 40 лет будете здесь ходить по пустыне. И вот какое значение вот этого слова «сорок дней» или «сорок лет». То есть по большому счету это как бы исполнение Божьего приговора за их неверие в Бога, за его бунт против Бога, против верных ему людей и их молитву о смерти. Они же целую ночь молились и просили себе смерти. Поэтому, когда мы читаем вот эти 40 дней или 40 лет пророческих, они выполнились в народе израильском именно по вот этим причинам. Дальше говорится. Мы видим, что Господь верно исполнил древние пророчества, как и было предсказано. Почему мы можем доверять Богу и быть уверены в Его словах, которые еще не исполнились? Ну, здесь можно от обратного пойти. Если вот то исполнилось, значит, и вот это исполнится. Если там где-то был прокол, значит, тогда вопрос. Мы можем поднять вот так плечи высоко и сказать, ну, извините. То есть, когда мы смотрим на прошлое и оно исполнялось, причем в деталях, у нас еще больше есть надежды, что сбудется и остальное. Все остальное, что Бог сказал. Это понедельник был. Вторник. В тысячу крат больше. Нам предлагалось прочитать Таразаконие 1 глава с 9 по 11 стих. Мы не будем это читать, потому что мы читали этот отрывок. Это история та, что произошла в Кадес-Варне. И вот стоит вопрос. Каково значение этих слов, особенно в свете того факта, что в подлинном смысле они были наказаны Богом за восстание при Кадес-Варне? А это очень серьезный вопрос. когда я читаю внимательно этот отрывок, то этот отрывок уже больше касается в первую очередь тех, которые хоронили своих отцов. Они, вот эти слова, они как бы утешение для вот этих детей, которые вот здесь в трауре находятся и хоронят. То есть дети видели, что родители были непослушны и это кара за их непослушание. Это утешение, чтобы они такого не повторили. Это урок для них какой-то. Читаем дальше. Второзаконие тут, прочитайте опять. Второзаконие первая глава с 12 по 17 стих. Когда я внимательно смотрю на этот отрывок, вообще давайте его прочитаем, потому что это интересно и он нас касается. Второзаконие первая глава. Там интересный поступок, который делает Моисей вот сразу в Кадесварне. Мы прочитаем с 12 по 17 стих. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши, изберите себе по коленам ваши мужей мудрых, разумных, испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. И вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых, испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, вы слушаете братья ваших, вы судите справедливо, как брата с братом, так и пришельцев, и не различайте лиц на суде, как мало, так и великого, вы слушайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И у нас вопрос стоял в уроке, вот какие организационные дела сделал Моисей вот в этой ситуации в Кадес-Варне? Когда я смотрю внимательно, то первое, что Моисей делает, он делегирует свои полномочия, хотя началось это еще у горы Синай, когда тесть приходил и дал совет такой ему. И вот здесь мы видим, он назначает судей в народе, тоже он делится полномочиями. И вот самое важное, что Моисей сделал, если бы сегодня это правители всех государств сделали, насколько это важное дело. Перед законом все равны. Не важно, кто ты, президент, дворник, директор компании, все перед законом равны. Три вещи, которые сделал Моисей, вот там, по этому отрывку. Следующий вопрос, который у нас стоял. Как вы считаете, почему народ Божий, я прочитаю, руководимый самим Богом, тут столб облачный, облачный, тем не менее, нуждался в четкой организационной структуре. Знать это надо для очень многих моментов было. Вот с какими сталкивались евреи. Вот смотрите, допустим, человек кашлянул или взял платочек, высморкался, ну извините, ну сейчас такая ситуация. Что делать? Вот как раз окружающие вот эти надзиратели, десяти начальники, сто начальники, они сразу брали этого человека и застан на неделю. Карантин. Вы посмотрите, сколько бы не было эпидемий, того же гриппа и всего прочего. Сколько бы люди сохранили здоровье. То есть это практические вещи. То есть врачи немедленно отправляли заболевших в карантин. При увечьях моментально собирались судьи и смотрели, ты нарушил технику безопасности или нет, у тебя животное бодалось или нет. И судьи очень внимательно относились и разбирались. И существовали законы по каждой проблеме, с которой они сталкивались. К примеру, чтобы не было хаоса, все было четко разбито по коленам, каждое колено имело свое место, причем не только на стойбище, когда они останавливались, и даже во время путешествия. Даже в вопросе транспортирования скинии, вот там у них портативная была скиния, все было расписано, кто что нес, как, зачем, как это происходило, все в деталях. И еще самое интересное было, когда я смотрю за израильский народ, было две серебряные трубы, которыми отдавались особые команды для всего народа. Вы можете это в числах, в 10 главе, со 2 по 10 стих прочитать. Один звук, собирались только начальники, то есть планерку проводили. Еще один какой-то звук, весь стан поднимался, собирались в путешествия. Еще один какой-то звук, все, весь стан останавливался, разбивали палатки, у них ночлег. Еще какой-то звук, враги нападают, надо срочно ополчение выставлять. То есть специальные трубы существовали, серебряные, руководили всей нацией. Это вторник. Среда. Мы уже говорили немножко, Кадес Варния. Приводились вот эти тексты, там даже 13-ю можно привести, 14-ю главу. И первая глава второзакония, там вторая половина этой главы. И у нас стоял вопрос, как народ отреагировал на сообщения саглядатов и каковы были результаты их реакции? Мы уже говорили немножко об этом. Ну, самая первая реакция. Они отторгли Божий план спасения. Они не захотели вселяться в эту землю. Затем были слезы, сопли целую ночь, крики к Богу, мы хотим умереть в пустыне. Дальше мы видим, на следующий день, когда Бог озвучил свой ответ на их просьбы, на их молитву, появилось решение убить Иисуса на иной халево. когда не получил убить, они решили все-таки завоевать эту землю, но потерпели поражение. Следующий отрывок, который нам предлагается прочесть, числа 14 глава с 11 по 20 стих, мы уже читали, не будем останавливаться на этом отрывке, мы снова видим Моисея в роли заступника. И вот что примечательно в его цепи рассуждений с Господом относительно того, почему Господь не должен уничтожать народ. Другими словами, он за умный какой-то вопрос здесь в нашем уроке был, то есть на что апеллировал Моисей в своей ходатайственной молитве. Первое, смотрите, Моисей апеллирует к характеру Бога, вот в этом отрывке, он говорит, ты долготерпи милости, прощающий беззаконие, преступление, у тебя великая милость, это первое. Второе, он говорит, ты подумай о имидже перед остальными народами, он говорит, вот все окружающие народы узнают, что ты Бог, который не смог вести вот этот народ в землю, которую ты обещал. И третье, он снова наставит, что ты же прощал народ, ты много раз прощал, прости и опять. Приводится еще один текст Ефесянам 3.10, мы его не читали, давайте его прочитаем. Апостол Павел говорит, «Дабы ныне соделалась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Вот что в этом тексте Павел говорит, как это происходит. Дело в том, что, когда я смотрю на этот текст, именно через церковь апостол Павел говорит, Бог может или быть возвеличен или прославлен, точно так же можно его опорочить и запятнать Божий характер именно через церковь. Давайте, чтобы мы лучше это поняли, такой пример. Когда мы читаем первые две главы Иова, один человек, но он был числа верующих, один человек перед всей вселенной показал, какой Бог. То есть, один человек мог вот этот характер Божий не запятнать. И последний вопрос за среду. Какую роль, а, как многоразличная премудрость Бога проявляется во вселенной? То есть, поступок каждого человека или прославляет Бога, или возвеличивает, ну, как в случае с Иоом. И дальше, какую роль, если такова имеется, мы уже играем как личности в содействии этому? Но я бы сказал, что это уже глубоко личный вопрос. То есть, каждый может взять зеркало духовное и просто проанализировать себя. Четверг. Это последний день в нашем уроке беззакония Амареев. Это 15-я глава Бытия, особенно 16-й стих. Мы его читали уже, я не хочу его повторять. И здесь стоял вопрос, как, слава Бога, сказано Аврааму, проливая цвет на эту сложную тему. И почему израильтяне истребили Амарею? Мы перечислили грехи, которые делали Амареи. Перечислили. Но я хотел бы подняться немножко выше, перед 15-й главой Бытие. Дело в том, что, когда я смотрел на жизнь Авраама, Библия говорит о том, что Авраам оставил после себя достаточно света, понимания истины, представления Бога, о его характерах, о его требованиях. Давайте посмотрим, что говорит об этом Библия, сама Библия. Бытие. Когда мы читаем 23-ю главу, это когда Авраам уже хоронил свою жену Сару. И вот там такая история происходит. Я бы хотел с вами поделиться этими мыслями, потому что это очень важно. 23-я глава мы читаем с 3-го стиха. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым, ну это из числа Амариев, и сказал, я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, дабы мне умершую мою схоронить от глаз моих. И сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, дальше интересные слова, послушай нас, господин наш, ты князь божий посреди нас. То есть все Амареи, которые вообще все нации, которые жили в тот момент в Палестине, они же постоянно курсировали между городами, между друг другом, там занимались продажей, покупкой, стада гоняли. Авраам, когда путешествовал, в города не заходил. И он везде, где путешествовал, самое первое, что он делал, ставил жертвенник и копал колодец. И вот каждый путешественник, останавливаясь около колодца, видел, кто здесь был, кто этот колодец выкопал. Они говорят, ты князь божий. Они знали о его вере, о его убеждениях, о всех его законах, очень хорошо знали, и они его почитали. То есть вы посмотрите, Бог для вот этого народа дал 430 лет возможность остановиться, отдуматься, образумиться, чтобы не только понять, но сделать выбор для себя. Вот эти все идеи применить в своей жизни. У них было время. Ну так апостол Павел говорит Галатам 3.17 430 лет. Но как в басне Крылова воз и ныне там. Только он еще немножко сполз вот эту глубокую пропасть морального разложения. Я хотел бы вернуться вместе с вами в 1 Коринфянам 10 главу. У нас с этого отрывка был памятный стих. Я бы хотел прочитать полностью все эти 4 стиха, чтобы нам немножко о них поразмышлять. нам дается это задание, поэтому мы прочитаем эти стихи. Не хочу оставить вас братья и сестры тоже в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Еще один отрывок, который дается нам в нашем пособии, это Иоанна 14 глава 9 стих. Иисус сказал ему, «Столько времени с вами ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Как вот эти стихи и многие другие подобные им помогают нам научиться доверять любви, справедливости, благости Божьей. Даже когда мы видим вещи, которые, как нам кажется, трудно согласовать с таким пониманием Бога. Ну вот эти тексты говорят, что просто примите на веру то, что Бог вам говорит. Если вы это не понимаете, просите мудрости для того, чтобы понять лучше то, что вам Бог открыл. И если Бог сразу не отвечает, продолжайте Ему доверять. И еще один совет. Ищите в Библии истории, похожие на вашу, чтобы искать там принципы, как вам поступить в той или иной ситуации. Ну, я бы так ответил на вот этот вопрос. Что хочется сказать в заключение. Бог Израиля не подобен монаху, который уединился в своем монастыре, чтобы молиться и размышлять. Он Бог действующий. Он побуждает свой народ войти и завладеть землей, которую он когда-то пообещал. Вот почему Бог назван Господом Богом Отцов ваших. Таким образом, вот это событие представлено как исполнение Божьих слов. Вот эта идея подкрепляется упоминанием Моисея о природе израильского народа, который возрос в тысячи раз и стал как звезды небесные. То есть это то чудо, которое является результатом Божьего обетования. Сегодня мы посмотрели на те уроки, которые дал Моисей в своем классе. Уроки интересные, которые показывают, как народ израильский переживал какие-то моменты в том же Кадес-Варне или то, что потом произошло с Амареями. И какие уроки касаются нас сегодня, смотря на вот эти истории. Хочется, чтобы мы делали выводы, чтобы мы не наступали на те грабли, на которые наступал израильский народ или те же Амареи. Пожалуйста, давайте не просто этот урок прочтем или передадим в субботу, а попробуем практически посмотреть на себя. Я благодарен за то, что вы были со мной в этой записи, что мы вместе открывали Слово Божие, читали его, размышляли над ним. До новых встреч, до следующего понедельника, до свидания. Редактор субтитров